Я хотела представить вам сегодня картину, нету, которую нарисовал неделю назад. И это о том, что Господь очищает нас от всякой лжи в разуме. В Первом Коринфе написано, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Вы знаете, я много лет, уже по 10, служу на инкаунтере и служу людям. И когда приходят самые красивые девушки, самые красивые женщины, они всегда о себе думают, какая я страшная, какая я некрасивая, какая я толстая. В общем, мыслей этих бывает очень много. Кроме того, дьявол навязывает еще вину о том, что вы что-то неправильно сделали, неправильно поступили где-то, неправильно вели себя. И за это вот вы наказаны, и вы сидите в какой-то темнице, в которую дьявол пытается вас просто посадить и там удерживать. Это не только о женщинах, но мужчин он какой-то другой своей несостоятельностью пытается удержать. Это какие-то мысли самообвинения, самоненависти. Я недостойный, я недостаточно сильный, я недостаточно знаю или еще что-то. И Господь Духом Своим, Он просто хочет сейчас это исцелять в нас. Хочет, чтобы вся эта ложь дьявольская была омыта и вычищена из нашего разума. И когда мы имеем эти близкие отношения со Христом, то мы можем прийти к Нему и спросить Господь, как Ты меня видишь? Как Ты меня видишь? И я в вашем числе и задавала Господу такие же вопросы, потому что тоже лжи очень много. И Господь начинает говорить, я тебя вижу по-другому. И когда ты омылся, когда Господь тебе говорит, кто ты, то Он покажет вам. Но вот в данном случае Он показывает магнолию. Магнолия – это удивительный совершенно цветок, который весной на голых ветках появляются огромные прекрасные цветы. Их много видов магнолий, но самые огромные – они вот бутон в размер ладони нашей. Такие огромные, прекрасные, как лотосы, ложатся на голые ветки еще совершенно весной. И Господь начал говорить о том, кто такая магнолия, что она значит. Это прекрасный ароматный цветок, который имеет антисептические свойства, очищающие. И магнолия имеет такое значение. Она символизирует чистоту, великодушие, достоинство и богатство. Я благословляю всех нас просто просить у Бога, как Он нас видит, чтобы всякая ложь в разуме была разрушена. Ложь о вас, которую диктует вам дьявол. Пусть она будет разрушена раз и навсегда Духом Бога нашего. И вторая картина, которая немножко такая, ну, как юмористическая кажется, немножко сюрреалистичная – это рыбка со статиром в зубах. И стих из Писания, такой несколько сложный для понимания. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и тебя. Вот здесь очень много пластов. Я не могу сейчас долго проповедовать, но там в этом стихе, одном маленьком стихе, очень много пластов. И о послушании, и о том, чтобы мы мирским властям подчинялись, и платили все наши налоги, да, в послушании. И о том, что мы сыны. И, вы знаете, Иисус, он не человек, он мог совершить любое чудо. Он мог достать из земли, из кармана, отовсюду эти деньги. Но это была рыба. Апостол забросил уду и поймал рыбу на удочку, да. И у нее был статир не в животе, а в зубах. И это тоже сверхъестественно. Это первая попавшаяся рыба. И этот стих, он о сверхъестественном обеспечении. Кому это нужно, принимайте для себя сейчас на вашей ситуации. И также это об искуплении. Он заплатил эти деньги за себя и за Петра. Петр, на котором Господь основал церковь, он заплатил за церковь, за каждого из нас. И он достал нас из глубин моря житейского. И здесь просто на картинке вместо чешуи это лица людей. И показано и дно морское, и небеса. Он искупил нас из пучин моря житейского. Кто откуда? И призвал нас в свой свет, в небеса. Небесное жительство, оно нам предназначено. И этой картиной я хочу еще высвободить спасение душ человеческих. Спасение душ в этом городе, в этой стране и в семье каждого из вас. В лично ваших семьях, в лично ваших судьбах. Чтобы было множество искупленных для царства людей. Благословляю вас этим. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok